Радио Болтком Радио Болтком Если динозавры скорее всего подростки, то тогда можно ударить по семейному кино и попытаться привлечь чуть более старшую и в то же время чуть более младшую аудиторию, то есть родителей с детьми. И, наверное, на это рассчитан такой вот спин-офф истории игрушек Баз Лайтер, который рассказывает историю одного из персонажей. Очень популярной франшизы, которая начиналась вообще... С нее начинался, можно сказать, Пиксар, вот успехи Пиксара и... У нее начиналась компьютерная анимация, такая большая, широкоформатная и большие мультики. Это было... Раньше все было рисованное, классический Дисней и прочее. Именно с истории игрушек начали... Ну, киношники начали переводить мультфильмы именно на рельсы компьютерной анимации. Ну и здесь, кстати, очень большую роль сыграл Стив Джобс. Вот я когда читал биографию Стива Джобса, Айзексона, там целая глава была как раз-таки посвящена его роли в создании этого фильма, потому что он стоял у истоков тоже Пиксара, начал заниматься анимацией. И он свои методы управления очень... Ну, в большой степени применил к созданию фильма. То есть на него, конечно, ругались очень сильно киношники, мультипликаторы, которые жутко злились из-за того, что он дотошно требовал здесь что-то переделал, здесь ему не нравится. Но вот эта вот мания к совершенству, она привела к тому, что первый фильм имел колоссальный коммерческий успех, а он и менял сценарий, и менял персонажей, и менял характеры персонажей, в том числе вот и база Лайтера. Ну и вот в итоге появилось то, что появилось, история игрушек стала большим хитом, появилось у нее несколько продолжений, ну и когда стало ясно, что уже вроде бы историю, ну вот уже все, ну дальше ее продолжать некуда, решили сделать такую предысторию вот именно самой игрушки космического рейнджера База Лайтера, причем уже озвучивает его другой актер Крис Эванс, тот самый вот, кстати, Супермен. Я, честно говоря, посмотрел трейлер, сам фильм, конечно, еще не видел, но судя по трейлеру, там нельзя даже сказать, что это какая-то предыстория игрушки, потому что это скорее фантазия на тему того, какие приключения могли бы быть у База Лайтера, будь он реальным человеком, мне кажется, вот так скорее можно было бы это обозначить, потому что мы сейчас так представим, это как будто это какие-то игрушечные, похождения игрушек в новом мире каком-то. На самом деле нет, там по фильму это как бы, это понятно, анимация по-прежнему, но это как бы в мире живых людей, в фантастическом, в будущем, причем даже так, что это, мне кажется, ни в коем случае не предыстория, потому что там действие происходит на какой-то другой планете, космические полеты, поэтому мне скорее даже кажется, что это был какой-нибудь сценарий, ну, изначально про этих космонавтов, про инопланетян и прочее, просто чтобы добавить ему, так скажем, базу фанатов, главного героя сделали вот Базом Лайтером этим, сделали его в таком именно, ну, выглядящем точно так же, как этот персонаж. Ну, это вот, мне так кажется, на первый взгляд после просмотра трейлера. Так что... И аудитория в нем, у аудитории, мне кажется, более взрослая должна быть, чем история игрушек, там были совсем для детей, а тут, в принципе, я так посмотрел, что, в принципе, и взрослые могут, ну, как ты сказал, семейный просмотр, родители, мне кажется, тоже не заскучают. Я вот подумал, что, наверное, может быть, для многих вот то, что мы употребляем слово спин-офф, звучит, ну, несколько непонятно, поскольку я очень хорошо помню, что, когда появились вот эти термины сиквел, приквел, многие в них путались и вообще не понимали, что это такое, нужно было объяснять, что сиквел – это вроде бы, ну, есть русское слово продолжение, а приквел – это предыстория, но, собственно, есть русские аналоги, но, тем не менее, как-то устоялись английские, англоязычные термины, и вот в какой-то момент внезапно появились такого рода, что это и не сиквел, и не приквел, а вот что это такое, и вот там уже изгалялись... Это буквел, так называемый. Вот именно, вот как будто бы история отделяется, и она не рассказывает ни предысторию, ни продолжение, а вот именно действительно в буквел, и вот он получил название спин-офф. Кстати, вот в спин-оффах тоже есть огромное количество подразделов, и объясняют, что, в принципе, спин-офф может быть, по большому счету, сиквелом, если он, как событие его происходит позже. Он может быть приквелом, если событие происходит чуть раньше. Он может быть интерквелом, если он является связующим звеном между двумя какими-то... Ну, то есть выходил один фильм, потом второй фильм, а вот нам рассказывают историю между этими фильмами. Кстати, в «Приключениях капитана Блада» вот как раз-таки, можно сказать, есть вот романы, которые писал Саботини, и он, ну, когда он написал всю историю капитана Блада, вроде он ее закончил, и затем он начал писать вот именно вот эти, теперь получается, как это, интерквелы. Вот что-то, что связывающее, вот какие-то пропуски, лаконы? Ну, то есть спин-офф – это явление не только киношное, они есть и в компьютерных играх, и в литературе, и, в принципе, где угодно, вплоть до журналов, которые выпускаются параллельно, посвященные чему-то другому от основного, являясь как бы подразделом основного издания. Ну, в общем, суть должна быть ясна, уже, мне кажется, достаточно часто это употребляется слово, и тот, кто кино любит и смотрит, часто встречает, я думаю, это понятие. Ну, здесь, конечно, играет большую роль желание, я понимаю, или киностудии, или, ну, тех, кто имеет права на художественное произведение, кстати, не всегда это те, кто придумали этих героев, там, ну, вспомни, например, вселенную «Звездных войн» Стивен Спилберг вот продал как какой-то крепостных практически вот помещик Диснею за 4, по-моему, там, какие-то бешеные, там, 3 или 4 миллиарда. Да, и теперь их эксплуатируют просто вот… Хвосты в гриву. …действительно, крепостных. Да, да, да. И вот как… Да, я просто хочу сказать… Как раз, я просто… Говори, говори. Ну, давай, говори. А, я говорю, хорошо. Просто я хотел сказать, что как раз недавно посмотрел, ну, начал смотреть сериал «Оби-Ван Кеноби», который как раз и является тем самым умным словом, который ты произносил, который между основными сериями, то есть это то самое связующее звено между последней частью основной трилогии, так скажем, и первой частью, ну, новой, то есть между третьей и четвертой частью. То есть это история о том, что делал «Оби-Ван Кеноби» в той самой пустыне, пока Люк Скайуокер рос у дяди. Вот, то есть вот это тоже пример того, как студия Дисней начала эксплуатировать тему, и мне кажется, не очень они это хорошо сделали, потому что мне, как представителю старой гвардии фанатов «Зберзных войн» сериал не очень понравился, в отличие от, например, того же «Мандалорца», который, тоже являясь спин-оффом, по большому счету, сделан намного интереснее и качественнее. Ну вот, то есть варианты бывают разные, бывают удачные использования второстепенных персонажей, бывают не очень удачные, при том, что «Мандалорец» основан на каком-то абсолютно, ну, персонажах, которые не фигурировали даже вообще, в принципе, в основной трилогии, просто были такие, как бы... Этот герой, он, по-моему, появился, ну, вот, в... Всегда очень сложно, потому что это первая, вторая, третья часть, они вышли позже, а четвертая, пятая, шестая раньше, из-за этого вот всегда возникает, ну, вот, какой-то сложности... Ну, то есть они не играли какой-то вообще значительной роли в основных трилогиях первых двух, в то время как у Би-Ван Каноби был... Ну, ключевая, да. ...клющевая персонажа, и мне казалось, что про него можно было снять намного более интересно, чем в итоге получилось, потому что мне кажется, что не очень хорошо подготовились, не очень хороший сценарий, но зато в главной роли тот же Юэн Макгрегор, ну, мне кажется, там ему нечего особо играть. Просто интересно, что Юэн Макгрегор, который сыграл, вот, первая, вторая, третья серии, вот, он играл как раз-таки Оби-Ван Кеноби, а напомню, что в четвертый, пятый, ну, в четвертый, а затем чуть-чуть появляется там уже как на несколько секунд, это был Али Гиннес, и вот именно уже чуть-чуть постаревший вот Юэн Макгрегор, он как раз соответствовал как бы возрасту Оби-Ван Кеноби, который должен был вот фигурировать в этом сериале. И я хотел отметить еще, что просто спин-офф, он, как правило, создается, ну, не просто по какой-то удачной книжке, а книжке или там книжке или фильму, который получает очень большую фанатскую базу. Конечно, это должно быть желательно, может быть, даже серия книг, и если мы говорим про спин-офф, как правило, это какая-то уже, ну, киновселенная, или вселенная компьютерных игр, или литературная вселенная, поскольку здесь уже появляется возможность вот взять второстепенного персонажа, и не нужно долго объяснять, кто это, то есть предполагается, что это фанатская база, которая сформировалась, она прекрасно в курсе событий, кто кому, не нужно долго объяснять вот всю эту предысторию, можно сразу бросать людей в гущу событий, и они получат удовольствие, и вот гарантирован, как будто бы гарантирован успех, потому что есть такая вот фанатская база. Может быть, какие-то примеры, наверное, нужно привести, это всегда приветствуется. В частности, если мы говорим про самый простой пример, который сейчас вот на слуху, фантастические твари, где они обитают, это спин-офф Гарри Поттера, ну, и, собственно говоря, вот всей этой киновселенной Гарри Поттера, поскольку Джоан Роулинг заявила, что она больше не будет продолжать эту историю, понятно, что где-то вот так все сцементировано у нее, что вставить между второй и третьей книжкой или четвертой и пятой что-либо тоже невозможно, и поэтому эту историю немножко открутили назад. Но при этом этот спин-офф является, как ты говорил, в данном случае это спин-офф-приквел. Да, спин-офф-приквел, поскольку действие происходит за энное количество лет до появления вообще Гарри Поттера, и зато вот мы можем наблюдать молодого Амбулса Дамблдора, и, господи, я уж не помню, там, по-моему, больше никого не появляется из тех персонажей, вот Гарри Поттера, из вселенной Гарри Поттера. Можно вспомнить еще «Форсаж-8» и вот «Хоббс и Шоу», это тоже такой очень яркий пример спин-оффа, причем, по-моему, такой спин-офф не то чтобы вынужденный, но тогда ведь, если ты помнишь, Вин Дизель очень сильно разругался с Дуэйном Скалой и Джонсоном, и так они разругались, что, в принципе, ну, Грин Дизель выжил, ну, то есть его из картины, и я так понял, что с Вином Дизелем, ну, тяжело тоже контактировали, и, господи, вот актеры, которые играли, Джейсон Стэтхен в том числе, и вот они сделали свою вот микро-вселенную между собойчик, да, и, в принципе, этот фильм тоже пользовался достаточно... Тоже заработали денег, ну, да, так и есть. Вот, ну, опять же, классический самый такой большой пример – это вся вселенная Марвел, на самом деле, которая, в общем-то, построена из спин-оффов, потому что, по большому счету, там даже получилась, можно сказать, обратная ситуация. Сначала снимали фильмы про отдельных персонажей – «Железный человек», «Тор», кто там еще, «Халк», потом их объединили в единую вселенную «Мстители», и дальше снималось параллельно фильмы про отдельных, опять же, то есть отдельные проекты про каждого персонажа, в том числе вот сейчас выйдет «Четвертый Тор», тоже отдельная, как бы история про него, и идет основная линия, тоже будет продолжена. Ну, то есть там очень хитрая вселенная с кучей каких-то ответвлений, которые, наверное, фанаты следят и могут даже зарисовывать схемы, чтобы быть, в принципе, как и у «Звездных войн», то есть без какой-то схемы зарисованной очень трудно понять, кто за чем, какой фильм за каким идет и откуда ответвляется. Это очень так непросто. Да, и я вот хотел, кстати, привести очень интересный пример литературного спин-оффа, который написал Том Стоппорт, весьма и весьма знаменитый, популярный автор, писатель, драматург Розенкранц и Гильдестерн «Мертвы». Это практически спин-офф от Гамлета, где вот два персонажа из пьесы «Гамлет» Шекспира, им посвящена целая пьеса, и это тоже очень такой яркий пример. Кстати, ну, и учитывая, что есть фильм, где сыграл Гэри Олдман, по-моему, одну из главных ролей, опять и Тим Ротт, по-моему, Гэри Олдман и Тим Ротт, если я не ошибаюсь, они вдвоем молодые, прекрасные и красивые. Ну, то есть можно считать, что это вот спин-офф Гамлета, то есть практически... Ну, да, если так продолжать, я могу сказать, что, например, «Властелин колец» — это спин-офф Хоббита, потому что, насколько я читал, Хоббит Толкин написал для своего ребёнка, мальчика у него, девочка, не помню, но как бы он решил написать сказку для своего ребёнка, написал её и вот почему-то вставил туда, то есть это самодостаточное произведение было, и он зачем-то туда вставил это кольцо, хотя мог вставить абсолютно какую-то другую вещь, хоть камешек там, я не знаю, что ещё. Вот, но он вставил это кольцо, и после того, как дописал эту сказку, её увидел кто-то из знакомых и сказал, что это отлично и надо это издать, и её издали, и ему предложили, а не хотите ли вы что-нибудь продолжить? И он вот из одного этого кольца, который Бильбо забрал у Горлума, он раскрутил целую вселенную «Властелина колец». То есть это, можно сказать, вот тоже такой спин-офф получился. Ну, что ещё? Ещё можно сказать, что, например, «Кавказская пленница» — это спин-офф, ну и прочие приключения Шурика, это спин-офф от этих, ну, про этих трусобалбеса, «Косборбос» и «Необыкновенный кросс» и прочее. То есть изначально появились они у Данелли, а потом делился Шурик с его приключениями. Ну, то есть примеров много, можно фантазировать, можно решать. Но есть, в принципе, такие очень яркие примеры. Кстати, вот если говорить про Розенкранца с Гильдестерном, есть «Митквелл», то есть это ведь когда действия разворачиваются параллельно, то есть вот мы берём персонажей и расширяем их историю, но она разворачивается параллельно с классическим произведением. Это специальный термин — «Митквелл». Или вот, например, «Пингвины Мадагаскара» из мультика «Мадагаскар». То есть они настолько получились смешными. «Миньоны» из «Датки Я» тоже. Тоже такой прекрасный пример. Если брать вообще российские сериалы, то сериал «Саша Таня», который выделился из «Универа», то есть там просто взяли популярную пару... Из сериала «Кухня», кажется, тоже несколько таких ответвилось новых сериалов. «Отель Элеон», который... Ну, вот здесь сложно сказать, это спин-офф или это, ну, вроде бы, те же персонажи, другая история, но она развивается уже как бы параллельно, то есть вот можно запутаться. Так что, действительно, спин-оффы, они получаются очень... Бывают разные. Разными, да, потому что, например, вот я очень хорошо помню, как провалился с треском фильм про Хана Соло, который вот Дисней пытался тоже вот запустить, отдельно про молодость пилота, такого героя космических вестернов. И вот, ну, зрителям не понравилось, не пошло, фильм провалился. Судя вот по тому, что ты говоришь, что Соби-Ван Кеноби тоже не очень удачный получился. Да, но в то же время был еще фильм «Изгой-1», то есть это... Ну, как-то... Ну, тоже спин-офф, по большому счету, рассказывающий о том, как, собственно говоря, повстанцам попала схема «Звезды смерти». То есть в основной трилогии там как было, что Люк Скайбокер приходит к повстанцам, и они говорят, вот знаешь, к нам тут попала схема базы смерти, надо ее разбомбить. И он летит и бомбит. И никого не интересует, как, собственно говоря, она к ним попала. И вот они раскрутили эту историю отдельно, сняли фильм о том, как схема попала, как ее там уборовали и прочее-прочее. С печальным концом там все погибли. Надеюсь, это не будет спойлером. Потому что фильм старый. И он, в отличие от того же Хана Солова, был хорошо принят. И мне, например, тоже понравился. Ну да, то есть непонятно. Опять же, говоря о том, что вот есть база фанатов, которая примет все, это тоже очень скользкий лед, потому что та же база фанатов, она очень скептически настроена бывает, и ей очень трудно угодить. То есть, да, ты, конечно, имеешь сразу потенциальных зрителей, миллионы, да, но они такие все требовательные, этому не нравится то, актер не похож, кто так стреляет, кто так летает, Люк Скайуокер так мечом не махает. Ну, в общем, это все непросто. Угодить всем между режиссер и производитель попадают в такую ловушку, капкан, в которой надо как-то очень хитро проскочить все подводные камни, чтобы на выходе получить то, что фанаты поддержат, ну, фанаты все. Это, ну, как я уже говорю, это очень непросто. Получается не всегда. Вот ты знаешь, что я прямо сейчас вот рассказал и подвел к теме, которую я хотел затронуть. Дело в том, что появилась статья на кинопоиске. Ну, то есть сейчас будет очень сложная история практически Рабинович напел в повороте. То есть журнал Empire посвятил целый номер выходу «Властелин колец кольца власти» сериалу. Кинопоиск его прочитал, пересказал. Я пересказал. Я собираюсь пересказать то, что пересказал кинопоиск. То есть сложная схема, но на самом деле очень интересно, потому что уже 2 сентября, то есть не за горами, выход этого сериала на Amazon Prime. И есть просто несколько таких цифр, которые меня просто действительно шокировали. Например, только на производство первого сезона затрачено 462 миллиона долларов. У меня какое-то ощущение, что это вообще сколько тут бюджетов Латвии. один сезон сериала. То есть для сравнения 90 миллионов стоил первый сезон «Игры престолов». То есть это 5 «Игр престолов» вместе взятых. И более того, еще плюс Амазону пришлось заплатить 250 миллионов. Это к тем еще, не учтенные, в наследникам Толкиена за права на то, чтобы все это использовать. То есть получается, что 600... 600... Нет, извините, 700 с лишним миллионов стоимость вот этого амбициознейшего проекта. И, внимание, в нем появляется и Галадриэль, то есть это уже не Кейт Бланшетт, а другая актриса. И появляется этот полуэльф Элдрон, которого играл, господи, мистер Смит из «Матрицы». В общем, Хьюго Уивер. Опять-таки, здесь его играет другой актер, совершенно неизвестный. И, в общем, «Принц гномов». Ну, все вот как бы известные персонажи, но только они должны быть более молодыми. Их играют совершенно неизвестные актеры. С одной стороны, это как будто бы снижает планку гонораров, но с другой стороны, увеличивает риски, потому что зритель примет или не примет. Вот это как вот, я не знаю, приемное дитя вот, ну, приносят вот, ну, вот, возьмут как родных их или нет. Это все большой вопрос. Тем более, что армия фанатов у «Властелина колец» более чем большая. И я просто не очень в курсе, на чем основан этот сериал. Он основан на каких-то реальных рассказах Толкиена. Он же писал там тоже, действительно, предыстории какие-то есть. У него хроники Средиземья. Вот, не знаю, насколько на них основан сериал. Или это какое-то персональное творчество голливудских сценаристов? Это персональное творчество, которое, ну, так, очень и очень... Потому что у Толкиена были какие-то просто наметки, вот, какие-то, ну, вот, рассказы, легенды. Он там вот набрасывал, сколько было периодов, эпох, типа, вот, всего этого Средиземья истории. И вот, основываясь на этих, как бы, таких очень общих рассуждениях Толкиена, эти два сценариста, причем, по большому счету, вот, самое такое рискованное, что они известны только как «Стартрек. Бесконечность». Один фильм у них в запасе. То есть, получается, что сценаристы без, ну, такого большого опыта... — Багажа. — Багажа, который, можно было бы там говорить, от создателей, там, ну, и какие-то такие громкие... У них, собственно говоря, «Стартрек. Бесконечность» и все. Но они посвятили буквально вот несколько лет для того, чтобы создать всю эту вселенную, которая бы могла удовлетворить фанатов Толкиена. И, ну, это все должно, я понимаю, растянуться на какое-то энное количество сериалов. Там, по-моему, запланировано уже сезонов, я уж не знаю, какое, ну, безумное количество. И понятно, что очевидный сюжет должен развиваться так, чтобы можно было тянуть этого... — Да, ну, все это будет... Зависит от того, как пойдет оригинальный сериал. Если его примут, тогда, конечно, они будут вытягивать из него все возможные, чтобы отбить этот гигантский бюджет. Ну, если нет, то это будет, конечно, эпик фейл. — Конечно, да, потому что с таким бюджетом, ну, то есть вот там 700 миллионов, я понимаю, что им нужна только, ну, совершенно сокрушительная победа, чтобы отбить все вот эти вложения. Вот среди героев появятся предки хоббитов, которых называют махноноги. И, как отмечают, махноноги упоминались просто в текстах Толкиена около семи раз. И просто как вот существуют махноноги и все. И поэтому, конечно, их внешний вид, их облик, их вот характеры пришлось все придумывать этим сценаристам. Так что, ну, здесь вот действительно 2 сентября нас ждет какое-то большое приключение. Будем ждать и посмотрим, чем все закончится. Да. Ну, а я хотел просто сейчас сказать, раз уж о сериалах и что там будет, неизвестно. А вот то, что известно, я посмотрел сериал под названием «Предложение». И просто хочу сказать, что он мне очень понравился. И мы говорили уже в одной из передач, когда у нас в кино «Кинокульт» шел «Крестный отец». говорили о том, какой это замечательный фильм, классика Голливуда и прочее. И вот тоже интересный вариант для фанатов, для тех, кому нравится «Крестный отец», кто его смотрел. А мне кажется, его смотрели практически все. Вот. И интересный сериал, называется «Предложение», о том, как, собственно говоря, снимали «Крестного отца», о том, как это было непросто на самом деле. И кажется, и это не документальный сериал, это игровой сериал, 10 серий. Вот. И кажется, что это звучит не очень интересно, но на самом деле очень занимательно смотреть на… То есть это как айсберг, где вершина вот фильм, который ты видел и который тебе нравится, но под водой скрыта огромная масса всего, чего зритель обычно никогда не увидит. Знают только, собственно говоря, приближенные к процессу создания, все эти подводные камни и прочее. И тут как бы приоткрывает завесу над этим всем, и можно посмотреть, как было непросто в те времена снять такой фильм. Это я рекомендую просто. Там очень много тем поднято, много всяких интересных моментов, о которых говорят, когда упоминают крестного отца. То есть я, например, с интересом посмотрев, узнал, что когда его снимали, общественность, итальянские эмигранты были крайне негативно настроены к книге самой, по которой снимался фильм, и к самому фильму. То есть они считали, еще не видя фильм, что он как-то исказит образ итальянца. И проводились целые акции для того, чтобы запретить. И в связи с этим главный герой этого сериала – продюсер. То есть не режиссер, а продюсер, который проталкивал идею этого фильма и на всех этапах поддерживал ее. то есть сделал все, чтобы фильм был снят. То есть, посмотрев этот сериал, можно понять, почему «Оскар» за лучший фильм получает не режиссер, например, а именно продюсер. По крайней мере, посмотрев это предложение, я понял, что продюсерам надо, ну то что «Оскар», им надо памятник ставить при жизни за… Молоко за вредность давать. Да, да, потому что реально… Я не знаю, насколько там выдумки в этом сериале, сколько реальности, сколько какой-то додумки сценаристов. Ну, очевидно, что где-нибудь там 50 на 50. Но в любом случае, то есть все подводные камни были отражены о том, что сценарист был вынужден сотрудничать с настоящими мафиози тех времен. По этой причине, например, известно, что в «Крестном оцене» разу не упоминается слово «мафия». То есть это был такой договор с мафиозой. То есть о том, что был конфликт с Фрэнком Синатрой, какие-то… Ну, в общем, все вот о том, что фильм перед основной премьерой показали тем же мафиози, которые одобрили и сказали, окей, нас все устраивает, хороший фильм, можете крутить. Ну, то есть все это показано и очень интересно. Вот если кто-то хочет и может, то рекомендую посмотреть. А я вот в свою очередь посмотрел фильм с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Фильм, о котором тоже очень много слышал до этого. И вот как ты говоришь, в принципе, вот что это фильм о фильме, здесь Кейдж играет самого себя, актера Николаса Кейджа, чья карьера просто спущена в унитаз, который когда-то был, ну, просто и получил Оскар, и был звездой боевиков, то есть невероятно коммерческий актер. А фильм начинается именно с того, что ему в очередной раз отказывают в роли, ну, на которую он очень рассчитывал. И он вынужден просто для того, чтобы расплатиться с долгами, ну, ему нужно заплатить за квартиру, там, за... ну, просто поддерживать свой образ жизни. Он вынужден за миллион долларов отправиться развлекать некоего миллионера на вечеринке, ну, вот о чем договорился его, собственно говоря, агент, который вот пытается хоть как-то заработать деньги. И я не буду рассказывать сюжеты, но просто, ну, для затравки, собственно, внезапно с Николасом Кейджем связываются спецслужбы, которые говорят о том, что он их единственная надежда, что этот человек очень опасный, на самом деле, вот мафиози, который, ну, по слухам, ну, как бы не по слухам, но они подозревают, что он похитил дочь кандидата в президенты, ну, какой-то там банановой страны, для того, чтобы тот снял свою кандидатуру на выборах. И вот Кейдж вынужден играть роль, вот играть того, кого он всегда играл на экранах. То есть вот Супер... он вроде бы вжится в роль Супермена, который сможет раскрыть тайны, найти эту похищенную девочку и так далее. Все это сделано с невероятным юмором и самоиронией, потому что периодически появляется второй Кейдж на экране, вот в воображении Кейджа, причем он же молодой, который ему все время кричит, что ты... что ты делаешь? Ты просто просадил все, что можно. Ты нас обоих вот просто опустил ниже плинтуса. Вспомни, что ты... Кейдж там, ну, то есть там с такими, в общем-то, сочными словесами. И все это сделано... действительно, ну, спасает вот этот юмор, самоирония. Фильм получил очень высокие рейтинги. И я подозреваю, не только от фанатов Кейджа, потому что, ну, очень многие картины, последние Кейджа, были действительно там с рейтингом 4,5 там звездочек из 10 возможных. Здесь у него рейтинг был 8 и что-то еще. То есть чуть ли не на уровне «Крестного отца». «Крестного отца», по-моему, 9. 9 баллов из 10, возможно, 9,5. Так что я неожиданно получил удовольствие, потому что фильм с непредсказуемыми поворотами сюжета, очень остроумно снятый. И мне очень радостно, что Кейдж нашел в себе силы, вот самоиронию, для того, чтобы посмеяться над своими неудачами. И, может быть, это откроет для него какое-то новое окно возможностей. Я, наверное, думаю, что нам, в принципе, на этом можно было бы и поставить сегодня точку. Если есть еще, может, какие-то новости, о которых ты хотел бы рассказать. Ну, да. Я просто хотел тогда уже отметить на финал, что вот недавно мы говорили о счастливом завершении суда для Джонни Деппа. Но вот сейчас начинается... Завтра, по-моему, в Лондоне начнется... Ну, не знаю, не суд, а пока только вынесение обвинения... Кевину... Кевину Спейси. Да, Кевину Спейси. То есть, вот... Если у Деппа все закончилось, мне кажется, благополучно, то Кевину Спейси вот как раз только недавно вынес... Обвинили его в четырех, опять, домогательствах. Причем в Великобритании, не в Америке. А сам Спейси находится в Америке. И, в принципе, завтра суд эти... Обязал его приехать в Лондон. Спейси вроде бы сказал, что он приедет и будет защищаться. То есть, он твердо намерен отстоять свою невиновность. Точно так же, видимо, как Депп. Так что, одна история судебная у нас голливудская закончилась. Вторая, собственно говоря, на подходе. Надо будет следить теперь, видимо, за этой, когда начнутся судебные заседания. Ну что же, будем действительно следить за событиями. Спасибо большое, Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема». До следующей среды. До свидания. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова